Всем доброго дня! Сегодня пойдет речь о установке вертыша, там вставка, кто как, втулка, муфта и т.д. Просто было видео у нас по спортажу, где мы под форсунку в постели распредвалов ставили, ну и в целом во многих машинах, там D4CB, допустим, вырывая часто форсунку и в постели распредвалов мы ставим вертыш. Сейчас я покажу для начала, то есть вот на этой крышке. Первое, набор, вот есть, там автодело, вот еще один, то есть второй, третий, то есть у нас их тут разных очень много. То есть в нашем случае, когда мы там делали, мы ставили 8,1,25, то есть под крепление форсунки, болт крепления топливной форсунки. Вот еще болт у нас есть даже, то есть восьмерка 1,25. В наборчике есть все, что нужно, то есть неважно, вы можете десятку, восьмерку, шестерку сделать, любую. В наборчике все есть и все, если вы аккуратно будете работать, да, это сделано в Китае, но если вы будете делать аккуратно, все это будет служить вам долго и верно. Вот так выглядит наборчик, здесь есть сверло, здесь есть метчик, здесь есть, ну, отвертка пусть будет, да, закручивается. И в конце, откалываем в конце такой уфик для вкручивания. То есть сейчас наглядно все покажу. Берем сверло. То есть сверло у нас, получается мы сверлим там десятку, к примеру. В нашем случае, как на Спортаже мы делали, у нас отверстие было уже в постели распредвалов. То есть вот оно, к примеру. Видите, оно у нас есть. Вот. И мы там просто нарезали резьбу. Или вот, допустим, высверливаем резьбу. То есть алюминий сверлится вообще без проблем. Следующий момент, мы берем метчик. Вот этот держатель. Советую вам, если кто-то делает. Очень хорошая штука. Она с муфтой переключения. Немножко стоит, конечно, дороговато. При нарезании резьбы всегда масло. Ну, это мы все знаем с детства, как бы, да, что этот. То есть если дырка у вас сквозная, то вы можете прогонять до конца. Если она идет глухая, примерно прошли сантиметр, может, чуть больше, и необходимо вывернуть обратно. Вывернули обратно. Переключаем, выкручиваем. Выворачиваем, продуваем все и снова делаем второй раз. Потом, допустим, третий раз. Ну, вот в этом случае, допустим, вот так. Все, там у нас есть резьба. Теперь нужно все продуть. Сжатый воздух обязательно. То есть используем. Если мы делаем на двигателе, значит, закрываем все, куда может попасть стружка. То есть это самый главный момент. Стружки много, стружка крупная. Она может навредить. Опять же, когда мы делаем это на двигателе, после того, как прогнали здесь сквозная, допустим, у нас там глухую заходит, мы это делаем несколько раз. То есть метчиком туда-обратно, туда-обратно. Потому что если резьба будет некачественная, при кручивании пружинки она может встать, заклинить и потом все это испортится. Дальше берем следующий момент. Здесь, в этом, можно сказать, китайском наборе идет китайский вертыш. Это такая пружинка. Смотрите, эта пружинка может быть короткая, там побольше, подлиннее, длиннее, длиннее, длиннее. Самое главное, нужно учитывать, что эта пружинка, накручиваясь на резьбу, она становится длиннее. Показываю, как это происходит. Берем болт и накручиваем на болт. Смотрите, как ее длина будет увеличиваться. То есть видите, какая длина? То есть она увеличилась где-то примерно на треть у нас. Теперь берем эту китайскую резьбу, она неплохо держит, и закручиваем. Практика, когда их вкручиваешь, очень много делаешь, говорит о том, что надо опустить где-то примерно, чтобы вот этот виточек, который не торчал, то есть его надо чуть-чуть побольше, на один виток вниз, вот так, все. Потом у нас есть вот такая штучка, там торчит, видите? То есть ее надо отколоть. Теперь, 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 вот, допустим, берем гайку и берем восьмерку болт. Опять же, если эта крышка прижимает прокладку между собой, между двумя крышками или там к блоку, тогда там усилие как бы необходимы. Ну, если у нас там герметик, и мы обезжирили качественно, все у нас ровненько, то усилия большого не нужно делать. То есть, вот, к примеру, сейчас попробуем ее оторвать. Сейчас сделаем другой момент. Начнем вот так. Опаньки, смотрите. Я сломал болт, поставил уже 40 ньютонов, то есть чувствовал, что что-то вырывает. Поставил 40 ньютонов, ключ щелкнул, а потом вот отломался болт. То есть, резьбу не вырвало, а сломало болт. Это все сделано на китайском. Если мы приходим к, допустим, H-A и H-B к двигателю, где мы ставили в постель распредвалов, то там уже делать ничего не надо. То есть, сверлить все, что нам нужно сделать, это вот такое же, как в крышке, у нас есть отверстие. Мы просто там берем метчик. Опять же, не нужно им ничего выгадывать. И отверстие завод нам уже все подготовил. То есть, мы все прокручиваем. Да, есть один момент. Стружка падает туда. То есть, ее немного от самого метчика. Опять же, если вы метчик смажете маслом, то основная стружка вся останется на метчике. То есть, в двигатель она не попадет. То есть, там останутся совсем чуть-чуть, которые могут попасть. И так же сюда мы вкручиваем тот же самый вертыш. То есть, если какие-то такие моменты, то есть, какая-то крышка, знаете, там, какой-то кронштейн, который не несет большой нагрузки, мы используем просто вот этот вертыш. Но практика показала следующее, что при креплении топливной форсунки вот эту ерунду иногда вырывает. То есть, пружинка остается целой. Эта вставка вырывает резьбу снова в алюминий. Там уже нарезано у нас 10,125. И он ее все равно вырывает. Вот у нас постель распредвалов D4EA и D4EB. Два литра и два, и два одно и то же. То есть, вертыш мы поставили вот здесь, на четвертом цилиндре. То есть, вот в этой уже с заводом все просверлено. Все, что мы сделали, нарезали там резьбу. Поставили туда вставку резьбовую и вкрутили просто болт. То есть, ну, другой короче. Так как это не эти вертыши, они опасные, поэтому вот они есть другие. Как посоветовал один из моих клиентов, он привозил, якобы заявлено, что это немецкий, да, немецкая фирма. Вот эти зелененького цвета. Мы уже показывали их благодаря ему. Я ему очень благодарен, что он подсказал. Вот эта вставочка работает гораздо лучше, чем какая-то там автодела или что-то еще. Вот, у нас их много всяких разных. То есть, их можно, они идут в наборе и также их можно приобретать отдельно. То есть, сколько угодно. Вот, и теперь самый главный момент. Постель распредвалов мы убрали. А, смотрите, самый главный момент. Когда мы делаем, вкручиваем, здесь самое главное, чтобы вот как раз сделать так, чтобы последний усик, вот последний виток, только он провалился и все. Именно болт держится больше в верхней части, чем в нижней части постели. То есть, поэтому прям вот один виток прошел и сразу заканчиваем. Убираем постель. И теперь, что же случилось там внутри? А вот у нас головка. Блок цилиндров. Первый цилиндр, второй, третий, четвертый, которым у нас отломился кусок. Я полностью с вами согласен, что если вы не знаете, как это выглядит внутри конструкция, то да, я бы тоже сказал бы. Мне ничего не понятно, вы там какую-то сделаете ерунду. Я полностью с вами согласен. Именно поэтому мы и рассматриваем этот случай и вообще в целом. То есть, как мы ставим эти вставки. А, вставки. Еще, кстати, забыл. Смотрите, вставки есть, если у вас вырвало, даже вам поставили кто-то, прям некачественно, плохо нарезали. Еще есть последний шанс, это на 12. На 12. Это вот такая мощная втулка, ее можно сразу поставить. Либо, допустим, это уже вообще прям жесть такая. Видите? То есть, вот такая огромная. То есть, тут уже 12 шаг полтора. То есть, сверлится, это прям металлическая вставка, которая очень надежно, то есть, держится, крепится там. И ее желательно ставить уже на резьбовой клей, потому что при откручивании она может пойти вместе с болтом и останется ни там, ни тем. Вот, то есть, предположение с тем двигателем. Вот сюда вкручивается болт. У нас крепление форсунки. Вот он. Через постели распредвалов. А, кстати, зачем я ее выкинул? Болт еще взял, самый грязный. Вот так все выглядит. То есть, делали это мы на месте. Вот так он туда насквозь проходит. Болт и закручивается на форсунку. Вертыш, напомню, мы поставили сюда, в постель распредвалов, как сделано на многих других моторах. Все, болты прикрутились. Так вот, что же там произошло? Видели, наверное, многие видео, как вытащить из жигулей подшипник. Маховика или первичного вала, да? Люди забивают туда мыло, забивают туда туалетную бумагу, потом берут направляющие сцепления, и туда же ее бьют, и подшипник вылазит. То есть, под нагрузкой. Мое было предположение, либо это был заводской дефект, либо там в резьбе был песок. Был песок, была грязь, жижа. И когда они стали затягивать, вот, смотрим вот сюда внимательно. Вот эта часть, вот эта часть, у нас ее не было. То есть, она вот так отломалась. У нас была вот такая дырка, вот я сейчас помечу маркером, видите как? То есть, вот этот кусок отвалился. Вот здесь, между постелью распредвалов, лежат колечки резиновые. И вот тут они вставляются, сюда. Они вставляются, укладываются, новые. И резинка перекрывает как резьбовую часть, то есть вот так, и вот так по кругу. То есть, она лежит вот так, резинка. Ну, а так как у нас кусок здесь был выломан, и от этой резинки толку было мало. Много раз я видел, когда в двигателе там D4CB, который в постели, да, у них глухая стоит. Они приезжают, и у них идет течь масла. Им меняют прокладку клапанной крышки, им меняют шайбу под форсунками якобы газа. Им меняют уплотнительные резинки на самой форсунке якобы. А проблема на самом деле, когда в постели вкручивает песок, у них с песком, с грязью, у них вываливается просто отсюда вот здесь вот дырка вываливается. То есть, и получается она сквозная. И потом через резьбу потихоньку выходит масло. И чтобы такого здесь не случилось у нас, либо было прям разбирать глобально, менять головку там, или как-то замазывать чего-то, был доступ, и мы сделали это прям сверху через отверстие. Вот эту часть, то есть вот эту часть, мы можем сказать, просто залили герметиком. То есть, чтобы когда мы крутили уже сюда болт, оттуда картерные газы не выдавливали вот эти частицы масла. Кстати, приезжала потом из Портэш, я все проверял и смотрел, и там было все прекрасно. Ну вот, как-то так. То есть, если вдруг где-то в вашем авто вырвалась резьба, в головке блок цилиндров, в какой-то крышке, то есть все это делается, все это устанавливается. Сейчас для этого все есть. Если у вас есть руки и небольшой опыт, то вы это без проблем все сделаете. Все, пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok